А перед Новым Годом мы решили обновить магазин, теперь он работает еще лучше и удобнее. А также мы запустили просто нереальную распродажу, и теперь все самые крутые новинки ты можешь купить реально за копейки. Заходи и покупай, ссылочка в описании. Всем привет, ребят, с вами Механик, сегодня у нас с City Car Driving, и посмотрите, что за тачка. Это у вас Lancer 10, естественно, Lancer 10. Это та тачка, тот случай, когда купил первую иномарку, она 2008 года, ну, судя по описанию. И, короче, после всяких тазов, это просто идеальная машина. Первая иномарка, да, реально крутая тачка. Но если были бабки, то мог ее и вместо тазов купить самой первой тачкой. Так вот, у них есть несколько комплектаций, 1,5 литра, 1,8, 2 литра. И, соответственно, коробки есть автомат на 1,5 литра и вариатор на 1,8 и 2 литра. Так вот, а, ну и механики, само собой. Так что, что выберет нормальный пацан? Естественно, 2 литра механику, поэтому сегодня придется нам потыркать немного вот этой ручкой. Но, надеюсь, что тачка будет валить. Внешне, я думаю, нет смысла ее показывать, вы все прекрасно знаете, как он выглядит. Номера, смотрите, зеркалочки. 979, КНК, 97 регион, нормально. Ну и все, садимся за руль. Огромная вот эта стойка, которую вы, ну, никуда не денете, к сожалению. Вот так вот примерно можно сесть в машине. Кто не видел обзор этой тачки на моем канале, обязательно посмотрите. Так, врубаем свет. Габариты, ближний. На ближний поедем. Ну что, поехали? И, естественно, 2 литра механика не покупают просто так. Мы купили ее, чтобы, чтобы нормально давать жару на ней. А она не едет, что-то нифига. А что она не едет-то? А тормоза хорошие. Но машина не едет. Сейчас попробуем ее раскочегарить. Только здесь немного негде кочегарить, но... Блин, очень близко. Очень близко прошел. На второй вообще не хочет ехать. Не понимаю коробку. Первая очень короткая. На второй машина не едет. То есть, получается, что, надо до третьей, до круче. Только на третьей она попрет, что ли, или что? Эй, ты что? Чуть не по это самое. Чуть не бортанул меня. Ну-ка. Давай, давай, давай. Пошел, пошел, пошел. Ну, по спокойнику, если ехать по спокойному. Тут третью воткнул. В принципе, по городу можно ехать. В потоке так держаться. Но о каком-то ускорении на третьей. Если же она на первой особо не едет. То что уж говорить про третью. Эх. Да. Ну, ладно. Ничего. Попробуем сейчас что-нибудь показать. Попробуем как-нибудь ускориться прям нормально. Я думаю, на трассу надо валить. На трассу. В принципе, на трассе он должен неплохо ехать. Потому что достаточно широкая машина. Хорошая устойчивость. Слушайте, а у нас... Судя по вот этой штуке на передней панели, у нас какая-то хорошая комплектация. Короче, или максималка... Ну, в максималке, наверное, был вариатор. Или можно было выбирать. Типа... А, это нет. Или карбон какой-то. Короче, не знаю, что за комплектация. Потому что такой экран появился вроде как с рестайлинга. Вот здесь. Так. Нормально. 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 Тормозим. Потому что не знаю, как он зайдет вообще в поворот. Тут тем более Мерседес какой-то. А в Мерседес как бы приложиться-то не особо хочется. Ну и все, можно ехать. Кручу до шести, потому что... Ну, потому что кручу до шести. Потому что могу. Оп. Лучше не тормозить. Машину заносит. Она переднеприводная. Ее почему-то жопу закидывает при торможении. Не понимаю, почему. Блин. Купил два литра, потому что хотел реально... Прям вот сжогово какого-то. Сколько там в ней лошадей? Не помню. В двух литрах 150, что ли, лошадей? Или 170? Что-то такое. От 150 до 170 лошадей. Но она же не такая низкая. Че она так улькнулась, как будто вообще машина низехонькая просто. Она не едет, прикиньте. На второй просто невозможно разогнаться. Она просто не едет. Я вторую в пол выжил. Третья. Да вы че? С ума все посходили, что ли? Че здесь творится такое? Чтоб вы понимали, это трасса. И я не могу здесь 100 нормально ехать. Давай, давай, давай. Ну, 120 хотя бы. Ну, давай, пошел. Ну, неплохая в управляемости, честно. 140. Неплохо управляется машинка. Тут нет камер, так что... Ну, можно. Можно делать вещи. Видите, на второй вообще не едет. Первая 5 тысяч. Вторая. 6 тысяч. Вот, наверное, надо на 6 где-то переключаться. 5800. Блин. С зеркалом цепанул. 180. Ёлки-палки. Все. Купил новую тачку и тут же разложился. Все из-за газелиста, блин. Все из-за газелиста, пацаны. Это что такое? Я не понял. А, все, выехал. Блин, смотрите, красивый какой, а. Реально, в красном цвете очень красиво выглядит машина. Вот именно в красном цвете. Блин, посмотрите на нее. Прямо, ах. Ах, вид какой классный. И диски вот эти прям... Смотрите, а и резина хорошая. Блин, ну как она выглядит круто. Посмотрите, реально, внешний вид очень хорошая машина. Так. Лол. Сам меня стукнул. Я, короче, чтобы вы поняли, переключаюсь, ну, типа, с перегазовкой, то есть без сброса педали газа. Ну вот че, вот как мне тут? Ну куда? Это жопа. Это просто жопа. Но прикол в том, что 100 км в час на этой машине ты вообще не чувствуешь. Она достаточно неплохо сделана и можно хорошо пулять на ней. Управляемость, ну, неплохая управляемость, да? Давай, 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 крутись. О, 90 на второй, пацаны. В принципе, 90 на второй это очень даже неплохо. Это очень даже неплохо. Короче, больше 180 у меня не получается на ней ехать. По городу, да, можно что-то вытворять, но по трассе, я не знаю, то ли трафик такой, то ли че, но... Ну нет, вот это вот прям вот у нее супер маневренности какой-то прям, которой хотелось бы. И тяги реально не хватает. Ах вы подонки, блин, посмотрите, как они едут. Просто вот так вот линии. Я как должен их объезжать? Ну как я должен их объехать? То есть, такой вот, видите, прогал, и дальше они втроем едут с одной скоростью. Ладно. Все равно машина неплохая. Я просто немного разочарован, как бы, ну, я ожидал... Ожидал чуть-чуть большей динамики, я ожидал. Вот, газ в пол. Но не едет. Ну, как Priora примерно едет. Хотя тут 2 литра. И механика еще к тому же. То есть, где хочешь, там, раз-раз подоткнул передачку. Но нифига. Ну че, еще разик? Или поехали в город? А где поворот у нас? Где-то сейчас поворот найдем и поедем в город. Потому что, ну, реально на трассе ловить нечего. Нет, не та машина. Разочарование, печаль, грусть, тоска. Ну, а че сделаешь? Вроде можно вот так лавировать, но... Ждешь чего-то другого, что ли. В миллиметрах пролетая от машин, вдруг кто-нибудь дернется. Ну, такое себе, не знаю. Хотелось бы прям, чтобы была реальная возможность, когда надо тебе поддать жару. Реально поддать жару. Тормоза неплохие, АБС, все дела. Ну, короче, в целом, хорошая тачка после тазов, вообще идеальная. Но че-то сверхъестественного здесь, к сожалению, нет. Ну, хотя, оно и понятно, че здесь может быть сверхъестественное. Ну, по городу, да, можно че-то повыделываться, чуть-чуть можно тронуться там раньше всех, можно. Со светофора. Сейчас найдем какой-нибудь светофор, погоняемся с кем-нибудь. О, реально, слушайте, надо попробовать такую тему, искать светофоры и с кем-нибудь гоняться. Просто такой берешь и надираешь какую-нибудь, не знаю, там, БМВ. Ну, сложно, наверное, будет. О, красный. Так, о, че такое, не понял. А, регулировщик тут. Давай, 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 давай. Ой, умеренно, ну, не то, чтобы я его сделал, он, наверное, просто даже не ехал со мной. Даже я был вообще на второй, тронулся со второй передачи. Вот, понимаете, когда ты резко что-то хочешь сделать с рулем, не получается, невозможно что-то резко сделать. Руль вообще дубовый просто. На парковке просто дубовый руль. Чем больше скорость, тем он становится легче, но все равно, вот какой-то... Вот видите, какой-то большой отдача, просто нет, то есть ты... Вот. Где она? Где эта отдача? Ты вообще, нее практически как на УАЗике. Ну, не знаю. Стол прямо. Ладно, пацаны, короче, тачка прикольная. Я поугарал, надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайк, если хотите еще чего-нибудь. И, кстати, пишите в комментариях, какие тачки вы хотели бы увидеть в сити-кар-драйвинге. Там их очень много. Давайте, всем пока. Продолжение следует...